Приветствую вас дорогие друзья на канале Творчество от Наточки. Если вам нравятся мои мастер-классы, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новинки. Представляю вашему вниманию мастер-класс Пасхальная досочка. Все необходимые материалы прописаны в описании под видео. Итак, начинаем. Нам необходимо обычная салфеточка с пасхальным рисунком и заготовка разделочной досочки. Там, где у нас будет картинка, для начала грунтуем белой грунтовкой или белой краской. Хорошо просушиваем. Затем наждачной бумагой номер 400 шкурим. Подготавливаем нашу основу для дальнейшей работы. Влажной салфеткой убираем пыль от шкурения. Наша салфеточка трехслойная. Два нижних слоя убираем, а с верхним будем работать. Кладем салфеточку на файл лицевой стороной вниз. Наливаем сверху водичку и кисточкой разносим воду по всей салфетке. Заодно выравнивая ее и выгоняя из-под нее пузырьки. Затем хорошо смазываем поверхность заготовки клеем ПВА разбавленным водой. С помощью файла накладываем салфеточку на заготовку. Выравниваем, центрируем и резиновым шпателем, выгоняем пузырьки от центра края. Снимаем файл и промазываем тем же клеем ПВА с водой. После просушки шкурим края до гладкости. И лакируем. Боковинки досочки окрашиваем акриловой краской цвет слоновая кость. Сначала окрашиваем ободок спонжем. Потом маленькой кистью окрашиваем выемки. Сам бочок я окрашиваю скошенной кистью, чтобы край сделать четким и ровным и не окрасить рабочую поверхность досочки. Далее намешиваем красочку. Подбираем цвет под фон картинки и окрашиваем ободок. У нас получились четкие границы. Будем их сглаживать с помощью градиента, то есть плавным переходом из одного цвета в другой. Для этого берем кисточку со скошенным краем, один уголок макаем в краску основного цвета, это у нас слоновая кость, а другой уголок красочку, которую нам мешали и в замедлитель высыхания. Растираем кисточку на тарелочке, чтобы цвета плавно соединились. И ведем это кисточкой по ребру ободка. Одну сторону ободка мы сделали. На экране видим, как одна сторона ободка с четкой границей, а другая плавно растекается. Повторяем все действия на боковинке досочки. Делаем плавный переход цветов. Стараемся, чтобы не было полосок и пятен. Продолжение следует... Продолжение следует... После полного высыхания лакируем лицевую сторону и боковинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Рабочую поверхность натираем маслом для защиты поверхности разделочных досок. Берем немного на салфеточку и втираем поверхность древесины. Затем сухой салфеткой убираем лишнее масло и оставляем высыхать на 24 часа. У нас получилась чудесная пасхальная досочка к празднику. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные мастер-классы. Благодарю вас, дорогие друзья, за просмотры, поддержки и добрые комментарии. Для меня они очень ценны. Обнимаю вас всех вместе и каждого в отдельности. С любовью, ваша Наточка. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok